Весна несет с собой вдохновение, красоту из-за сделан будущий богатый урожай и высокие показатели. И только человек с доброй душой, горячим сердцем и умелыми руками может по-настоящему ощутить всю красоту родной земли. А умелые руки и горячее сердце – это и есть наши милые и добрые, любимые женщины. Поэтому уже с самого утра в Брестском театре кукол царило по-весеннему праздничное настроение. Столько прекрасных дам он давно не собирал. Сюда съехались лучшие работницы агропромышленного комплекса со всей Брещины. Руководители успешных сельхозпредприятий и операторы машинного доения, начальники производственных участков и овощеводы, птицеводы, главные зоотехники, экономисты и представители торговли, общественного питания. Сегодня агропромышленный комплекс богат своими работниками и особенно работницами, женщинами. Практически вторая женщина, каждая вторая работника из работников села – это женщины. И, как правило, это женщины, которые находятся на самых ответственных участках работы, самые главные отрасли сельского хозяйства – это животноводческие отрасли, где практически, можно сказать, процентов 90 – это женщины. И благодаря этим женщинам, во многом благодаря им, благодаря именно специалистам, сегодня животноводческая отрасль Брещины занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь. Сергей Ашмянцев, открывая торжественное мероприятие, рассказал о каждой из приглашенных на встречу великих труженицах отрасли. Ведь на их плечах и дом, и семья, и хозяйство – тяжелый труд в сфере сельхозпроизводства. Одной из таких представительниц прекрасно полой стала начальника отдела кадрового и правового обеспечения Комитета по сельскому хозяйству и продовольству Брестского облсполкома Наталья Манько. Она была удостойна награды за вклад в развитие сельского хозяйства, за достижение высоких производственных показателей. Несмотря на то, что работа трудна, Наталья Васильевна справилась. Практически 20 лет нахожусь в этой профессии и, скажем, начинала с Брестского района в этой должности. 11 лет работаю начальником кадров Комитета по сельскому. Занимаюсь обеспеченностью кадров всей области, всей аграрной отрасли и переработки. Поэтому, скажем, наверное, приятно, почетно, что сегодня, скажем, оценили и наш труд, и нашу работу. Вот, и это само, скажем, здание, этот антураж, еще раз подчеркивает, вот, торжество этого всего, скажем, праздника. Очень-очень рада и довольна, что я здесь, среди этих женщин, которые делают нашу жизнь красивой и счастливой. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства области почетными грамотами отмечены были и другие заслуженные представительницы отрасли, в их числе и Алла Бушко. Женщина уже на протяжении 35 лет работает на предприятии «Савушкин продукт», оператором линии и ни разу не задумывалась сменить работу. А тем более в другой профессии она себя не видит, как и труженица Брестского района Светлана Тур. Я всю жизнь, всю жизнь работаю на заводе. У меня в другой профессии я никогда не задумывалась и даже в мыслях не была. Я вот после училища сразу же пришла на завод и работаю уже почти 35 лет. Женщина большая роль играет. Ей надо и дома, ей надо и на работе, ей надо везде всегда собраться, всегда с мыслями, всегда быть красивой, уверенной. Не только дома, но и на работе везде. Везде надо быть всегда первой в лидерах и собранной. Я работаю оператором машинного доения ОАО «Остромечево». Наша ферма ОАО «Остромечево» заняла вообще в районе первое место у нас на дой на корову идет 10 350 литров на корову. Нравится мне коллектив наш, нравится руководитель, все хорошо в хозяйстве. По завершению торжественной части мероприятия женщин ждала концертная программа, выступления творческих коллективов, песни, танцы, ну и, конечно же, поздравления, которые доносились со сцены на протяжении всего мероприятия. Символично, что день 8 марта и начало весны пробуждают у каждого человека радость к жизни, желание трудиться во благо общества. А у мужчин еще ради любимых женщин.